Я, конечно, очень большая честь выступать на этом собрании, в частности потому, что Игорь Владимирович, конечно, действительно заинтересован и вопрос о физике высоких энергии, и я думаю, что ему будет интересно последить за развитием тех идей, которые существовали и существуют уже достаточно долго, ну и, конечно, еще больше будущего ожидаем продвижения в этой области. Значит, не мой доказательствовался в самологии большой огромный коллайдер. Я напомню, что сегодня максимальная энергия сопровождений, ну, на последнее время, скажем так, максимальная энергия сопровождений частиц была достигнута на металлотроне, на металлайдер. Это, возможно, был антипротонный коллайдер с энергией плотела в системе центром АССР. Ну, вот следующий шаг, это большой огромный коллайдер, у которого оригинальная энергия 7 на 7, а 14 ТЭП в системе центром АССР. Он начал работать, как все знают. Сегодня его энергия составляет 1,1,7 ТЭП в системе центром АССР. Светимость пока не велика, поэтому ожидать, что вот сегодня появится сообщение о новой клубной культуре, взгляд, не приходится. Хотя нам достаточно интересная вещь, которая в основном в физике появляется. Я хочу вам сказать, что с точки зрения изучения фундаментальной физики, надо понимать, что протонные энергии составляют с квартумом с глионом, поэтому энергия столкновения вируса между глионом-квартами и глионами, глионами на LHC в большом оборотном коллайдере, это величина, конечно, меньше, чем 14 ТЭП. Грубо говоря, с одной из рубля, значит, на каждый инцидент приходится, и она может ставить больше. И, соответственно, энергии, которые реально изучаются, масштаб энергии, которые реально изучаются в большом оборотном коллайдере, составляют несколько лет, а, соответственно, в полотроне несколько сотен газов. Значит, сегодня, это уже в течение, как говорится, я не знаю, 30, наверное, лет, на фундаментской по физике высокой энергии, звучит одно и то же, что современные элементарные данные прекрасно описываются стандартной моделью физических частиц, которая, в принципе, довольно проста, она включается в калитоны, квартки и частиц, которые отвечают за взаимодействие в окно, глионы, в углеводозоны. Ну, и гравитром, он так, буквально стандартный модель, когда они включаются, но он должен быть в природе. Значит, он и есть частицы бозон Хикса, который еще не открыт, но это дело, так сказать, времени. Либо бозон Хикса, либо что-то, что его заменяет, будет открыт. Значит, в течение многих повиклет, фигуры, повернена на стандартных разум, что стандартная модель проверена в экспериментах, причем электрославная геория при высокой энергии проверена вплоть на уровне точности термины, она тысячна. И это означает, что эта проверка произошла на уровне радиационных поправок. И, как пример, радиационные поправки включают в себя все частицы, которые могут виртуально входить, виртуально присутствовать в природе. В том числе, тогда еще не открытый тек-кварк, тогда, начало 90-х годов, я был в 90-х годов, тогда еще не открытый тек-кварк, самый тяжелый из кларков, был предсказан, была предсказана его масса, именно из анализа традиционных поправок. И оказалось, что действительно экспериментальное значение этой массы, измеренное и на уровне декларк на тек-кварк на тек-кварк, как раз, это экспериментальное значение отлично попало в интервал предсказанной теории. То есть теория, я хочу чекать, стандартная модель, она проверена на уровне, ну, сравнимым с тем, что был достигнут в начале исследования раппоправок в квантовых кондиналях. Делые поправки, донусский двиг, низшая поправка, скажем так, цвет малого расщепления, это вот этот, так сказать, этот уровень проверки декларк. Значит, сильные взаимодействия тоже прекрасно укладываются в стандартную модель в квантовых кондиналях, которые есть в стандартной модели, хотя, после пор, правда, не вылетает ли цвета, не решена, неизвестно, будет ли она когда-то решена теоретически в принципе. Тем не менее, мы понимаем, что стандартная модель в полнах и частью, значительной своей частью, это понимание обязано космологии. Значит, сегодня космология вполне количественная наука и свойства Вселенной измеряются с этими разными методами. И, пожалуй, сегодня наибольшее, что вес среди этих методов меняет измерение в зависимости температуры микроволнового микроволнового от направления сферы, что представляет из себя подоснимок. Сференда, какая она была в возрасте 380 тысяч лет. Вот это подоснимок, мы, наверное, многократно видели. Масштаб амплитуда неоднородности температуры мало, это 2 плюс 4, 2 плюс 5. Значит, здесь речь идет о сотнях микрогель горячих и холодных местах. Значит, ну и видно, что Вселенная была неоднородна, хотя уже и слабо неоднородна. И свойства этих неоднородностей на разных угловых масштабах, последовательных и на разных пространственных масштабах различные. Ну и вот вся эта карта позволяет извлечь форму физики. Во-первых, это касается привычных неоднородностей в области, которые были заложены еще до стадии горячего расширения, до стадии горячего большого взрыва. Затем это развитие звуковой волны космических плазм, фактически неоднородности, это что я называю? Звуковой волны малой амплитуды. Значит, звуковой волны малой амплитуды. И это свидетельствует о составе космической плазмы. Наконец, распространение фотонов в космос, и комбинация тоже, конечно, существенная для всей этой картины. В частности, наблюдение показывает, что геометрия нашего пространства еблидово, трехмерного пространства еблидово, хотя, в принципе, это однородная и однородная Вселенная могла бы быть не еблидово, могла бы искала трехмерная сфера. Фаза жизни состоит в том, что пространство еблидово. Значит, есть множество других способов измерения сквозь Вселенная, это и стандартные свечи, хорошо известные, которые позволяют измерять нам проширение Вселенной сейчас при небольших как раз свечей сравнительно не на этом в прошлом. Это глубокий обзор в Галатах и Пазахах. Сегодня речь идет о миллионах объектов и этапе Вселенной до примерно идти и дальше немножко. Значит, важно, что это позволяет, значит, диатуры позволяют питанию измерять формирование структуры Вселенной и это несет на себе возможности измерения свойств вещества и энергии во Вселенной. Но в последнее время, особенно на популярном стаде в районах истические осцилляции, это все эти довольно близкий аналог того, что называется соответствующая института. Значит, ну, я думаю, буду показывать, что это такое, это очень занятное явление, позволяющее независимо измерять многие параметры во Вселенной. Ну и, наконец, есть первичный неграссивность, который происходил при 800-х температур, мэрных температур, от этого мэрного 50-х кубка и в соответствии речевоз во Вселенной от секунды до минут и измерение наработанных первых фильмов, в стране институте позволяет говорить, что да, мы хорошо понимаем, как тогда расширялась Вселенная, какой был ее состав первые секунды после большого воздуха. Так что современная Вселенная довольно хорошо измерена, изучена, и современная, и ранняя Вселенная, и картина согласованная, сам согласованная, скажем так, возникает в космологии, и тем не менее эта картина не укладывается значительной своей части в физику частиц. Это есть сюжет, который, может быть, будет прояснен с помощью работы большого атома. в космологии. Но прежде всего осчезнение как от расширения вот здесь он написан на параметрах современной связан при плоской пространстве плоской Вселенной связан с полной плотностью всех форм энергии во Вселенной и поэтому сегодня мы знаем какова средняя плотность энергии полная во всех формах во Вселенной. Вот число здесь приведено 5 г. независимо с помощью великого излучения с помощью нуклеосинтеза измеряется плотность брионного вещества во Вселенной и эта плотность составляет всего около 4,5%. Хорошо известно, что большая часть энергии в нашей Вселенной составляет необычное вещество. Значит, основная масса сосредоточена в неизвестных формах это темная материя и темная энергия. Темная материя численности немножечко меньше, темная энергия доминирует. О темной энергии я говорить не буду, огромный коллайдер по видимости не скажет ничего про то, что такое темная энергия или другим с вами, почему наша Вселенная расширяется с ускорением а не с умилением как было бы если нас окружало обычное вещество. А вот темная материя это интересная тема для большого огромного коллайдера, но прежде чем переходить к большому огромному коллайдеру, я скажу, что вообще темная материя она не бесполезна, она для нас очень существенна. И связана это с тем, что вот те неоднородности геозмущения плотности, которые, как я говорил, кроме успеча нестрабили великого излучения, известен масштаб амблитуда. Эта амблитуда составляет несколько единиц на 10-1 на момент рекомбинации. Значит, известно теоретически и экспериментально мы сегодня, что во Вселенной неоднородности растут, грубо говоря, так же, как падает температура. Обрат, обраку устанавливаем температуру, значит, завершение северной температуры падает. Мы знаем, когда происходила рекомбинация, это температура 3000 кеган, и если бы не было темной материи, то мгновенно отсюда получается, что возмущение в области, контраст в области современный, если бы не было темной материи, составлял этот фактор Z, значит, отношение температуры к современной рекомбинации вещество. это составляет несколько процентов мало получения как мы понимаем все еще это все еще отсутствующие структуры какие-то лазки и не было бы темным оттенем мы находились мы находились на общение вселенная была хорошей площадь сегодня а из-за темной энергии из-за ускоренного расширения вене сформировался как ускоренное расширение вселенной препятствует темная макея не взаимодействует по крайней мере взаимодействует если не взаимодействует слабо инновационно конечно но других взаимодействий не используются с обычным веществом поэтому в отличие от барионов барионы тесно связаны с фотонами для рекомбинации поэтому возмущение приема фото на сведения расходы рекомбинации они представляют себя звуковой головы постоянно платы а вот на темной материи это не да значит неоднородность и плотность темной материи обозначена контраст полностью схематически нанесу вот здесь они начинают расти довольно в зависимости но достаточно ран они растут еще на стадии момента когда и именно эти неоднородности обеспечили а значит революционный яд для того как и именно эти неоднородности обеспечили а значит революционный яд который в конце концов свалилась фигурю там возникли галактики звезды первое скопление говорит очень существенно и мы понимаем что есть еще одна проблема которая тоже может отношения на большом огромном коллайдере это асимметрия известная проблема асимметрия между веществом и антивеществом и вселенной если переводить до язык прошлой ранней вселенной то тот факт что сегодня мы имеем вещество и у нас нет антивещества означает численно что значит было асимметрия между парками и антикварками такой космической плавной и на миллион примерно парк и антиквартов парк приходился один из компенсированный парк этот один из компенсированный парк в конце концов должен до наших дней парк с антикварками пронегулировали и это то вещество из которого все мы начали для ногу поставлен вопрос а то каждую такая симметрия могла возникнуть в результате войны понятно что возникновение асимметрии симметричного состояния требует нарушения закон периодного числа и это уже не стандартного опять-таки тот факт что такая приемная симметрия возникла опять-таки он существенно конечно для нашего с вами существования в противном случае гвардии почти целиком прогиблируют антиквардными никакого вещества усилены не осталось так что эти два существенных для нас партнер существовали сегодня не имеют и когда происходило генерация тоже непонятно это есть два вопроса который может быть отношение больше значит почему начнется говорить о кормной материи по самым роста и поэтому подобная гипотеза состоит следующее надо себе представить что существует природе новой частиц значит они должны быть стабильные не должны распасться до сегодняшнего времени они должны быть нейтральными иначе рукавом лаборатории оборужили электрические нейтральные которые собственно и составляют частиц в темной материи такие нестандартные модели все нейтральные и не тяжелые частицы там вообще стандартные модели стабильные значит должен сказать что стабильность это в физике частиц всегда означает негде новый закон сохранения что само по себе на дороге не валяется значит ну а дальше механизм такой представим себе что эти частицы рождаются парами и уничтожаются в раннем себе когда при температуре порядка их масс на самом деле можно ослабить это предположение не важно при температуре порядка их масса таких частиц много энергии достаточно для эксплуатации они аннигрируются затем парами когда температура снижается становится меньше их масса и в конце концов концентрация этих частей замораживается они перестают аннигрируют просто потому что плотность этих частиц слишком мало а частиц не мог найти по первому другому шоу хранилиже значит в такой простой а значит расчет очень простой занимает понятно что здесь есть фактически два пара это масса этой частицы значит рассчитаю что все происходит по законам общей биориотносительности параметры это масса этой частицы и сечение аннигрия и ответ для современной концентрации я привел здесь ответ для отношения плотности к антропии и плотность энтропии это лично постоянно во времени и поэтому она очень удобна течение времени вселенная расширяется плотность массы падает но и плотность энтропии тоже падает поэтому такое что очень удобно оно составляет численно сегодня такую личину примерно 10 минут десятый год а значит по вычислению это величина для такого простого сценария а самая насыщение негидиации если это умолая негидиация значит а вся остальная зависимость остальным параметры почти слабо оно грифмически зависит от массы ну и все то что сюда входят это гравитационный масштаб масса планка здесь обозначена значит это масштаб это лично связано с гравитационным состоянием значит 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 число которое здесь стоит в решетках оно хорошо вычисляется значит и практически не зависит очень слабо зависит от деталей состава вселенной генерации но видно что для того чтобы получить правильную плотность массы вам нужно вы предсказываете хорошо сечение негидиации это в рамках пределах фактора двойка максимум это 10-36 квадратных сантиметров а вот масса частиц вы не предсказали из-за того что зависит от массы слабо на предсказание для массы не сделал какой-нибудь разумного не будет только основываясь на том что сечение вот такое может придумать какой же масштаб массы частиц не может ожидать значит что это засечения сравнимая со слабо взаимодействующей массивной частицы это довольно большие сечения по нынешним меркам и масштаб масс который они как-то предполагают масштаб масс от десятков до терла ну может там нескольких дэф и это как раз власть большого огромного коллайка сечения повторяю немалым и даже в таком общем виде можно надеяться на то что большое огромное коллайка на нем будет работать частиц новой частиц значит более конкретно очень популярна сегодня сценарий по разным причинам хотя он и не далеко это суперсимметрия а сегодня это конструкция которая может быть значит окажется имеющий прямое отношение к жизни значит суперсимметрия теория есть целый запас новой частиц каждой известной частицы есть ее партнер супер партнер со спинном отличающейся на половину и все эти новые частицы в сценарии суперсимметрии не слишком большие массы будут раздаться на большом огромном коллайдере будет достаточно такие яркие события и у вас с трудновением из-за начальника партнера региона будут раздаться партнер суперсимметричные частицы каскадные процессы распада сопрождение могучных частиц и суперсимметричных партнеров вот эта волна обозначает супер партнер частицы и видно что у вас я не случайно что число супер партнеров никуда не исчезает вот эта вот тильточка она все время идет вдоль этой диаграммы в конце концов у вас возникает стабильные суперсимметричные частицы сейчас я буду сказать что такие достаточно яркие события можно ожидать на большом огромном коллайдере если вот эти частицы которые здесь обозначены как жестко с молодым глюминием супер партнера глиона или супер партнера гладко сравнительно легкие, если есть масса 300-400 гг, то суперсимметрич будет открыта в большом огромном коллайдере и весьма быстро значит готовы он будет хоть сколько-нибудь на параметрах, значит в течение нескольких месяцев можно будет ожидать этого опыта значит, почему я подчеркивал, что супер партнерство, скажем так, не исчезает из локтина, она движется вдоль диаграммы значит, суперсимметричная теория влечает супер партнер стабильным и связана это с тем, что как раз вот с этим фактом, что супер партнер рождается и исчезает партнер то есть один супер партнер не может превратиться в обычные частицы, он обязательно при своем распаде рождает другого супер партнера значит, и отсюда следует, что влечащий супер партнер это стабильная частица, и это как раз и есть кандидат на роде обновления во многих моделях, это уже начинают немного модели, зависимо будет, но в большинстве моделей, скажем так, во многих моделях, большого супер параметра моделей, конкретно супер симметричных этот величайший супер партнер, электрический нейтральный, это комбинация супер партнеров по полной сетбазонной он стабильный, и как раз это и требуется для частиц темной модели значит, если это так, то в большом огромном коллайдере эти частицы будут рождаться, они будут уносить энергетики, прямо видно не будет но будет понятно, что мы имеем дело с перспективностью расширения стандартного модели правда, я могу сказать, что такой сценарий, буквально супер симметрии, он сегодня уже не спассивно ограничен дело в том, что, вообще-то, ожидалось многими теоретиками, что супер симметрия будет обнаружена еще на ЛЭР это в церкви, в каретинге, электронный, электронный, на энергетике в центре МАТС, в системе центра МАТС-200, да и вообще-то ожидалось, что уже на этом с каретиками будут рождаться свой партнер, но они оказались тяжелее и сегодняшние ограничения на параметрах супер симметричных моделей весьма жесткие и чтобы это как-то продемонстрировать значит, есть, конечно, как только вы вводите десятки новых частиц, конечно, у вас много сразу возникают параметров например, у вас этих новых частиц но есть простые, ну, такие более-менее обоснованные модели, где параметров не много это вот так называемая минимальный супер гравитации это один из примеров, для него не единственный темнее всего параметров не так много, да это, ну, вот, то, что называется МАТОРА, 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 МАТОРА в том числе собрала область параметров этих моделей она может быть любозит рецепт значит, вот эти белые области с точки зрения терминологии и физики частиц все хорошо значит, действительно, устанавливать стандартные модели физических энергетических 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 значит, вот эти пунктерные линии, левее от них значит, полностью запрещены в сперметрах уже сегодня а вот области, которые требуются для генерации демной материи в правильном количестве это на всей реке области вдоль границ значит, вот этого большого поля вообще говоря, это демологично допустимых областей но, во всем этом поле происходит перепоизводство сегодня сечение и массы частиц все, то есть, все, то есть частиц ограничены настолько сильно, что вот то сечение, о котором я говорил сечение аннигиляции которое прямо входит в ответ для плотности терминологии сегодня отсечение сегодня ограничено уже есть массивное, оно должно быть маленьким и из-за этого плотность темной материи должна была быть сегодня больше, чем наблюдается значит, для большей части пространства аппарата, но так оно и есть частиц темной материи не успевают пронегулировать достаточно активно в радиуселенной и это есть некоторая секундность видно, что, так сказать, вам приходится подтягивать параметры что вообще-то физики не очень видно для того, чтобы обеспечить правильное значение плотности терминологии если ограничений существующих не было, то здесь была вполне приличная область где действительно терминология есть столько, сколько надо и никакой специально по одному параметру не происходило то есть, в общем, здесь, так сказать, можно по-разному думать на эту тему но видно, что все не так просто значит, в этом сценарии, конечно, есть масса альтернативов сценариев с тяжелыми частицами темной материи взаимодействующие с сечением, с основными бескославными сечениями есть много альтернативов и одна альтернатива, мне кажется, довольно интересным это альтернатива связана с представлением отделка темной материи значит, когда говорят о тяжелых частицах, формирующих темную материю то это обычно называют слово «холодная темная материя» слово «холодная» здесь означает, что, с точки зрения космологии, что скорости частиц темной материи всегда пренебрежем в малую ну, если не говорить о регулярных, как связанных с дирекционными потенциалами собственной скорости в малую значит, темная темная материя ведется по-другому значит, частицы ощупляются от следы в будущее ультраверативистыми они движутся со скоростями близкими к скорости света и пока температура держится большой, они остаются ультраверативистыми и когда температура падает примерно в твоей массы из-за расширения Вселенной значит, импульсы этих частиц падают и они перестают ультраверативистыми значит, важно, что ультраверативистые частицы не участвуют в создании галлюционных потенциалов они не собираются с густки, они, наоборот, вылетают из всех галлюционных потенциалов попробую потом удержать галлюционные янии, ничего с того часа он увидит значит, поэтому структура начинает расти только после того, как частицы перестанут быть быстрыми а это значит, что рост структур начинается позже а это означает, что структуруют с малыми размерами значит, формируются менее интенсивно значит, вот здесь это и написано, что вверх и малых массах ну, не формируются, это слишком сильно, скажем, конечно оно формирует неподавлено и это, в частности, может относиться к каждым галактикам если масса частиц тёмной материи составляет находиться в масштабе КВ не десятков КВК, тяжелые или великые а КВК и возможно, что имеется лучшее согласие с наблюдением потому что основное мнение показывает, что, вроде бы, каждый галактик маловано в сравнении со случаем колонной тёмной материи конечно, здесь есть свои проблемы о которых я говорить не буду я только скажу, что, с точки зрения физики частиц можно изобрести подходящую кандидату на роль тёплой-тёмной материи это может быть гравитина суперпартнёр гравитон это нейтральная частица если она лёгкая, то, опять-таки, это суперсимметричный партнёр она будет не более лёгкой, суперсимметричной частицей по этому стабильной и можно сделать массу вот в этом интервале 50-50 кг так что это вполне может быть кандидат на роль тёплой-тёмной материи и вот, вступая опять, как сказать, в игру большой огромный галактик почему? потому что, значит, если вы оцените плотность гравитина современную плотность массы гравитина опять-таки, в отношении кандидатрии важно то вы увидите, что, значит, эта плотность традиционально к углу значит, откуда они берутся гравитина взаимодействует гравитационно ну, почти гравитационно с обычной материи поэтому они вообще говоря, могут не находиться в тепловом равновесии никогда но уж во всяком случае в распадах суперпартнеров других горящей вселенной врань эти гравитина рождаются и, значит, отсюда можно оценить их плотность современную и она оказывается профессиональный кул массы суперпартнеров это сильная зависимость и правильное значение для массы гравитина порядка нескольких г получается, если масса суперпартнеров составляет сотни, ну, три сотни г опять-таки, это та область, которая наступна если вы скажете, что суперпартнеры тяжелее там, нескольких методов то у вас, опять-таки, будет сильная плотность гравитина материи гравитина значит, так что такой сценарий он, вообще говоря, довольно такой искусственный может быть как искусственный но тем не менее он вполне работоспособный но он требует нескольких массов гравитинов это как раз та область которая будет достаточно быстро изучена на большом основном галате значит, ну вот как бы говоря о темной материи заключая кажется, что темная материя скорее всего связана не просто с тем что есть какая-то одна лишняя частица новая, стабильная скорее всего это осколок целого нового как сказать новой физики нового хвоста явлений и очень можно быть что эти явления происходят на три энергии большого романа у кого конечно никакой гарантии здесь нет конечно теоретики народа соблюдательные изобрели множество частиц теоретических кандидатов в темной материи есть очень неплохо аргументированный кандидат очень неплохо мотивированный кандидат например аксилон поэтому гарантии от того что на большом обороне частицы темной материи никакой это надо понимать но с другой стороны надежда вполне обоснованная теперь понятно генерации генерации в районной осимметрии требует выполнения условий которые сахаров сформулируют самые свои первые разработки на эту тему и они сейчас называются условия сахаров это во-первых нарушение варионов числа понятно у вас должно рождаться дварионов или квад в космической плазме больше чем антиквад нужно нарушение ц и цп то есть нарушение симметрии между частицами и частицами и должно быть выполнено нарушение то есть отсутствует типовой равновесии тоже понятно почему значит в типовой равновесии все несохраняющиеся панковые числа стремятся одновременно система хочет быть максимально симметричной значит нужно нарушение типового равновесия и можем поставить вопрос может ли варионной симметрии быть обязаны физике ну электрославного масштаба масштаба или Т на первый взгляд ответ на этот вопрос отрицательный почему потому что мы знаем что варионное число на самом деле в природе сохраняется очень хорошей точностью времени жизни протона превышает 10-30 метров в зависимости от канала 10-32 10-30 метров означает что варионное число точное сохранение варионного числа тоже запрещает протону распадаться эта точность очень высока и если перевести это в масштаб энергии это число это в масштаб энергии 10-16 гигантским масштабом поэтому кажется что на первый взгляд что масштаб не имеет отношения к проблеме барионной асимметрии однако это не так значит барионное число не сохраняется в ракрославном взаимодействии механизм этого сохранения очень нетривиальный этот механизм не виден на уровне по повышению вращения которые используют это непертурбативный эффект связан с большими фруктуацией полей вектор базовом и этот эффект чрезвычайно в обычных условиях если оценить фактор подавления то этот фактор подавления составляет микроскопически малую величину 10-160 это смешок это смешное число дает значит и поэтому нарушение приозного числа в микрославной физике совершенно не имеет отношения никакого распада к обычным условиям потом стабильным однако значит вот эти большие фруктуации необходимые для нарушения приозного числа они могут быть совершенно другими в плане среди среди есть тепловые и действительно оказывается что этот фактор подавления полностью исчезает если речь идет о температуре порядка сотни г или лучше так такое удивительное есть явление что при температуре более строгая барионное число хорошо большими сечениями большими вероятностями не сохраняется ранее так так такую проблема с тем что но тем не менее сделал за счет этого механизма трудно и проблема состоит не слабости нарушения полиона числа обмеренности расширения вселенной если на 25 секунду если на 26 поэтому у вас есть 16 на 15 порядок в запасе для того чтобы установилась тепловое равновесие значит единственный шанс здесь это фразовый переход первого рода фразовый переход первого рода это сильный неравновесный процесс это кипение вселенной буквально значит в принципе в теории сплавные взаимодействия и постапат модели фазовый переход мог бы быть фазовый переход опять и потом внимание в но cold Фазовый переход первого рода во Вселенной, выборы в зону или нету. Конечно, это зависит. Модельнозависимый вопрос. И если оставаться в рамках стандартной модели, то фазовый переход первого рода нету. Значит, свойства стандартной модели вычисляются надежно при конечной температуре, и в ней фазового перехода нет вообще. Есть два микросода. Ну и кроме того, нарушение ЦРКС в стандартной модели и присутствует, но оно очень слабое с точки зрения генерации района осиления. Значит, что нужно для того, чтобы спасти положение? Нужны новые валя и новые частицы, которые должны взаимодействовать с хистовыми базонами, обеспечивающими фазовый переход первого рода. Эти частицы должны присутствовать в среде при температуре порядка сотни градусов. Они должны быть легкими. Но это значит, что такие новые частицы должны находиться в пределах достигаемости большого атомного коваря. Кроме того, нужен источник нового нарушения ЦРКС, и он лучше всего из того происходил в хиксовском секторе. По некоторым причинам именно грузомоисты с хиксовским сектором может именилироваться в районное число. Это означает, что природа полномит несколько хиксовских фазов, не одно, как стандартная модель минимальная, а несколько хиксовских фазов. Ну и, опять-таки, оба их требования, оба их предсказания будут проверены на большом атомном коваре. Ну, более общо, природинализм при вот таких температурах в ликрославах требует новой и сложной динамики в секторе, которая отвечает за нарушения ликрославной симметрии. И это все будет происходить при энергии для сержимов большим атомным коваре. Кстати сказать, суперсимметричный пиорик есть в области параметра, где, действительно, генерация бульона осимметрии произойдет в нужном количестве. Опять-таки, гарантии никакой здесь нет. Бульон осимметрии может генерироваться совершенно при другой температуре, совершенно другими механизмами. Но надежда на энергетический момент опять-таки росла. Значит, ну вот, обобщаем, можно сказать, что большой атомный коварик позволит продвинуться в раннюю Северну. Потому что масштабу энергии сотни Г, температура десятка сотни Г соответствует времена 10-8, 10-10 секунды. Мы будем знать, как устроены физики таких масштабов и, соответственно, сможем понять, как была устроена Северна. Ну, есть еще одна возможность, о которой я в последние две минуты скажу. Она мне еще более радикальна, еще более интересна. С точки зрения теоретики и, возможно, и для эксмологии она интересна. Она состоит следующее. Мы знаем, что электрославный масштаб сегодня составляет сотню Г. Есть другой масштаб масс. Это гравиационный масштаб масс, 10-19 Г. И может выполнять, естественно, задательный вопрос. Почему? Есть такая большая разница в масштабах. Откуда... То есть, почему так получилось, что масштаб слабых гравиационных взаимодействий так сильно отличается? Проблемы и ядов. Значит, на эту тему можно задавать разные ответы. Но один из ответов состоит в том, что, на самом деле, гравиационный масштаб, это не гравиационный масштаб 10-19 Г, а это гравиационный масштаб. Значит, кажется, что это очень справно. Но если включить сюда идею о дополнительном измерении пространства, то гравиационный масштаб можно сделать низким. Можно сделать такой масштаб сравненным с гравиационным гравиационным и слабым, и тем самым объединить масштабы, по крайней мере, слабых и гравиационных взаимодействий. Но если это так, то вот эта тевная гравитация, она, конечно, будет переворот в космологии. Потому что надо будет рассчитать космологическую гравиационность масштаба Т, надо будет инфляцию делать на масштабе Т, надо генерировать темную материю и приемную ассимметрию при температуре ниже, чем Т, либо все это нужно будет делать в режиме патровой гравитации. Ведь в температурах, если можно вообще говорить, температурах выше, чем гравиационный масштаб, никакой классической гравитации будет. Это, конечно, голубая мечта, потому что если действительно масштаб гравиационного взаимодействия составляет Т, а не 10 и 16, то можно будет изучать платную гравитацию неколайдера, можно будет изучать первое мгновение рождения вселенной неколайдера. Я заключаю тем, что большой грандокаллатор вполне может создать вещи, которые для нас жизнью важны и которые мы не понимаем. Темную материю, механизм генерации гравиационного симметрии. В общем, можно быть, что, священность лыну и теоретику, которые я здесь обсуждал, и которые не обсуждал, не имеют никакого отношения к реальности. Тем не менее, масштаб РОЗОЧСИИ не имеет отношения к реальности. Загибло так. Может быть, было сделано еще более выдающееся открытие, фантазируя что-то вроде бы в магнитных измерений или гравитации, или нечто, о чем я вообще не догадываюсь. Но ясно, что в любом варианте физическая картина мира после того, как LHC заработает на поводу мощности и падает с него данные, будет совершенно другой, в сравнении с тем, что мы имеем сегодня. Она будет уже дополнена. Ну и космология, наверное, тоже будет сильно затронута в результате работы прошлого благословения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во что анигилирует темная материя? Ну, анигилирует, значит, речь ли я напарно анигиляция? Побочные частицы? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, ну, ответ на то, что сечение анигиляции слишком мало для этого. Вот это 10,36 сантиметров квадратных, все-таки, ну, маленькие сечения. При той, если специально ничего не делать, то, значит, плодность обной материи мала сегодня все-таки, даже в центре галактики, вообще в любом месте, в Вселенной. И поэтому анигиляция происходит совершенно редко. Теперь, значит, можно обсуждать всякие механизмы, которые обеспечивают большую плодность в локальную темную материю в каких местах галактики. Это вполне будет обсуждать. И искать продукты анигиляции. Это один из путей поиска темной материи. И вот, может быть, результаты фамеров, например, было обнаружено избыток позитронов. И можно, так сказать, фантазировать, пока не обязательно, но можно фантазировать, что этот избыток позитронов сделан как раз анигляционной части земной материи. Спасибо. Так, пожалуйста, еще приводится. Какую группу симметрии вы предполагаете наиболее вероятной для объединения физических взаимодействий? Какую группу? Какую группу? Е8 или ЭСУ там? Ну, вы знаете, я люблю простые ингредиенты. ЭСУ-5, мне кажется, очень красиво. Хорошо. Хотя, ну, вообще-то, я вам как раз. Может быть, наиболее экономная ЭСУ-10. Потому что там есть правая линейная метрина. Есть линейная метрина. Это как раз то, что нужно для вас. ЭСУ-10, пожалуй, такая минимальная и простая возможность. Не того ли, естественно. Так, Ролл, еще какие вопросы? Темной материи наблюдается по сторонам двухштабной динамики. В этой динамике, может быть, демонстрируется, демонстрируется, что совсем не обязательно частицы, а может быть, что-то в другой непрерывной материи составляет темную материю. Есть какие-то еще убеждения? Ну, вы знаете, это, конечно, было внутри СОВК. А? Почему? Вот динамика показывает, что как? Может, интегрировать лечение? Нет. Ну, вам надо фактически что-то обеспечить? Эффективное уравнение состояния с давлением в равном данном. Это можно сделать и с помощью непрерывной материи. Но, так сказать, с точки зрения физики частиц и теории поля, так сказать, поля и частицы – это более-менее одно и то же. Поэтому можно мыслить в себе… Например, это может быть скалярное поле, которое, так сказать, находится в возрасте. Такое тоже вполне возможно. Но с точки зрения физики частиц – это набор, так сказать, коллектив массивных частиц с нулевыми. Такая вопроса, как аксиона, как раз, в ромбах устроена. Как я не могу. Так, по-моему, еще в первую очередь. Я хотел спросить. У вас, как профессионалы, в этом зависит от деятельности в области физики консервирования, у меня, сколько предел, представляется вопросом. Я попробую, по-моему, 5 в том, 12-5, возможность существования ищих аксионов. Так, мои радости, любые. Серьезно ли у вас профессионалы, ну, на то, если к этой деятельности? Ну, я думаю, что это вполне серьезно. А аксиона вообще, в общем, очень серьезно. Значит, ровно зарядные частицы, музыка, у меня особо не очень нужны, физически, но это вполне подразумевает. Так, есть еще вопросы? Если это, тогда был бы… АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Докладчик будет двой. И, в общем, не успешно. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ